Всем привет! Хочу записать формат впечатлений июня и уже начавшегося июля, уже в отпуске. Мы вместе с семьей первый раз поехали на море, вместе с маленькой Ниночкой, именно путером. Мы ездили со старшими петьми, но с младшей еще на отдыхе не были. Это ее первый раз. Весь ее инготовили с отпуском, собирались. В мою команду поддержки присоединилась моя мама. Мне немножко помогать. Честно скажу, если бы она не приехала, я, вряд ли, осилила и эту поездку на море, я бы, наверное, просто на нее не решилась. Здесь очень хорошо. Достаточно много людей, как вы видите. Вы, наверное, видите, да, что пляж полный. В Одессе, говорят, их намного больше. Море сегодня спокойное. Хотя первый день, как мы приехали, было такое, было очень много воли. Но очень много водорослей в самом берегу, а дальше уже получше. Меня пригласили на велодень. Я была там приглашенным спекером. Рассказывала о разном стиле питания, о вегетарианстве, о сыроедении. Посмотрела, насколько развита велокультура в нашем городе. Конечно, пока очень слабо, но будем надеяться, что город будет развиваться. Также мы были на фестивале Обновафест, который проходил в нашем городе. Видеоотчет о нем я тоже смонтировала, и он есть на канале. Очень нам там понравилось. Собрался практически весь город. Фестиваль этнодуховной культуры нашего города, когда люди могут немножко окунуться к истокам, спообщаться с интересными людьми города. Просто отдохнуть. Также мы в этом месяце думали устанавливать кондиционер и элемент, и решили подождать. Самые сложные дни, когда было жарко, прошли. Потом мне показалось, что будет такая небольшая температурная тренировка тела, разная температура, тепло, холодно. Девочки из студии, куда мы ходим, организовали творческий лагерь. Они ходили в парах, много рисовали, каждый день делали хендмейд. У меня лично сейчас такой период, когда я пью очень много сока. Добавила практически во все напитки сок зелени. Заготавливаю его даже заранее, чтобы везде добавлять. Очень хорошо меня держит, удаляет чувство холода. Дети медовой воды подобавляют по несколько капельных соков. Сейчас мы здесь на море, я сниму отдельное видео, как мы здесь отдыхаем, где мы живем, а наш немножко пляж. Сюда мы взяли практически все. Я взяла свою соковыжималку, мыли все фрукты для сока, у меня скороварку, потому что здесь очень вкусно. Оказывается, мой старший сын очень любит футбол. И вместе с папой мы ходили, рассмотрели вместе по вечерам Евро-2016. Он уже знает, как зовут всех футболистов, знает, где пол, где пас. В общем-то, осталось только его отвезти на футбольную секцию. Но я пока торможу, потому что она находится достаточно далеко от нашего дома. И затратно его туда возить, хотя, возможно, мы это пересмотрим. Также они с папой ходили вдвоем в горы. Нас пока не взяли, но в следующем году должны и мы с моим сыном тоже пойти. Также в жару я хотела ходить в бассейн, но бассейн ходить не получилось. Один раз пошла в жару, то мне попала в горло вода и очень сильно запершила. Я сделала вывод, что оно мне это не нужно. И там много хлорки, каких-то веществ, которые не добавляют дезинфекции. Меняют редко, экономят. А людей много, поэтому пока не хожу. И вот что произошло буквально несколько дней назад. Я села монтировать видео и не смогла. Поэтому в срочном порядке пришлось спросить мужа обновить наш рабочий компьютер. Я обновила и надеюсь, что когда приеду, это видео я уже буду монтировать на новом компьютере с новым экраном. Также я купила очередную камеру. Да, да, не смейтесь, это уже третья или четвертая камера в этом году, которую я меняю. Предыдущие я продала. Теперь у меня две камеры. Моя зеркальная камера Sony A77 с объективом 1.4. И вот эта камера, на которой я снимаю блоги, которая всегда со мной. Это камера Sony RX100 Mark III. Я давно о ней мечтала. Прочитала очень много обзоров. Послушала людей, которые рекомендуют. И я очень довольна. Она имеет много параметров для автофокусировки, для настроек лучных. В общем-то, я делаю ее для себя и снимаю удивительные видео и удивительные фото, которые я очень довольна. Что еще хочу отметить? Оказывается, работа в интернете, она реально очень затратная. Год назад я сделала финансовый план, сколько мне нужно для развития моих проектов, поскольку я решила уйти из оффлайна в онлайн и работать уже только в интернете, потому что оффлайн имеет ни времени, ни сил, он дает результата меньше, а сил забирает намного больше. И посчитала, сколько нужно для доработки моих двух сайтов. И вышла очень трудная сумма, я даже боюсь ее озвучивать. Что могу сказать? Что за год она возросла, потому что мы взяли SEO, специалиста, который разработал для нас свой сайт, подсказал, где ошибки и что нужно программно исправить и доделать. Конечно же, бесплатно эти люди не делают ничего. Программисты, дизайнеры. Также в наш финансовый фланг добавилась техника для видео, которые тоже пришлось некоторые покупать для основной съемки блога. И по итогу мне осталось только платить последний платеж по программиста за Новый год. Магазин полностью сделан. И можно уже вкладывать время, силы в то, что будет сделано качественно. И надеюсь, это, конечно, дождается очень хороший финансовый результат. Сейчас это рывок, именно о котором я раньше и мечтать не могла, но реально все получилось. Итак, это были все впечатления июня на сегодня. Всем спасибо за то, что вы смотрели это видео. Если вы еще не являетесь подписчиком, обязательно подпишитесь на мой канал. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!